Казантип сказал Крыму прощай. Следующий фестиваль пройдет в Грузии. Что же осталось Крыму? Смотрите далее. Мои коллеги видели эти остатки Республики Зет. Повалены декорации, разобраны бары и танцполы, забор срезан. Республика Зет в запустении и готовиться к новому сезону, видимо, не собирается. В территории охраняют несколько человек. Что-либо комментировать на камеру отказываются. Но в разговоре с нами признаются, сожалеют, что в этом году фестиваля не будет. На 8 гектарах пляжа, где раньше собиралось до 30 тысяч отдыхающих, гуляет ветер. Мешал. Чем? Шумом и грязью. Но теперь местные жители подсчитывают убытки. Казантип переехал, а вот поповка осталась. С Донецка были, с Харькова были, с Луганска были, с Луганска были. И сейчас никто, говорит, мы в данный момент не можем приехать. Ну, а россияне, конечно, хотят, но не знаю, как сказать, будет или не будет. Все это пустое. Больше 10 лет поповка жила за счет туристов. Здесь в каждом доме сдают комнаты и номера. С удобствами и без, на любой вкус и кошелек. Традиционно их бронировали заранее. И уже в это время курортный сезон был открыт. Лето 2014 для поповки началось с туристического затишья. В это время, 25 мая, у нас уже люди заезжали. 25 мая. И по сентябрь, 14-15 сентября было. Сейчас, я вам честно говорю, две семьи всего. Один из организаторов Казантипа, Никита Маршунок, сейчас находится в Грузии. Мы связались с ним через социальные сети. Он ответил, в этом году мы не рассматриваем варианты возвращения в Крым. Нас и в Грузии неплохо кормят. Этим летом желтые чемоданчики, символы Казантипа, будут распакованы в грузинской анаклее. Почему переехали, Маршунок тоже объяснил на своей страничке. Это изменение государственного строя и законодательной базы, делающей невозможным существование самого проекта, по крайней мере, в этом году. Тем временем, крымский партнер Маршунка Николай Карпов ищет варианты сохранить фестиваль в поповке. Правда, комментировать это пока не готов. Ольга Скрипик, Виталий Зятковский, Крым. Подробности, телеканал Интер.